привет друзья рад видеть вас у себя на канале о здоровье тренингах и жизни да вот видите у меня на заднем фоне такой штрих какой-то я не знаю в лесу вот я записывал видос на спортплощадке каратес наверное какой-то ли кто я не знаю там если видно да за моим правым ухом сзади я вам приближусь покажу только что зарядку какое-то дело я думал наркоман какой-то вообще-то потом смотрю что каким-то карате занимается ушу наверно очень секретное единоборство я так думаю что наверное это тысячелетиями передавалась эта техника вот он сейчас отрабатывает ее в лесу очень круто допишу видео пойду к нему поучусь возможно чему-то интересному научит я вообще люблю такие вещи единоборства вот ребятки что я хочу рассказать вам в этом видосике в этом видосике я по-быстрому расскажу вам основы того как накачать бицепс дома и вообще возможно ли это реально ли это что нужно делать чтобы его накачать дома и расскажу вам о нормальной программе дам вам просто работающую программу которую можете пользоваться дома не используя не гантелей не штанги ничего вообще только те тот инвентарь который вы увидите в этом видосе и купить его можно за копейки собственно говоря заниматься дома тоже сто процентов реально смотрите ребята это вот такая штука здесь в лесу прям сделали для пресса представляете вот мотивацию людей они просто создали из дерева лавку для пресса да на которой вот как видите можно качать пресс вот это были мотивации да в лесу заниматься круто вообще круто тень круто тенечка так вот смотрите ребята можно ли вообще накачать бицепс дома да можно но я хочу чтобы вы понимали бицепс чтобы выросла рука в объеме во первых вам нужно стать больше самим если вы не набрали еще общую мышечную массу возможно вам еще вообще рано заморачиваться какой-то локальная работа специально для бицепса и качайте вообще отдельно но если вы как я допустим высокий и у вас по природе тонкие руки у меня всегда были тонкие руки сейчас они у меня где-то 40 руки но всегда были довольно тонкие и я хочу сказать когда я даже набрал массу до 85 86 килограмм где-то 67 на секундочку то есть я весил 67 килограмм вообще блин они ко мне идут 67 килограмм я весил вообще и набрал до 86 веса и руки мои больше особо не стали но увеличились на там пару сантиметров но как вам сказать форма рук была не такая как мне хотелось бы так вот поэтому я добавил иногда тренировку рук я вам рекомендую тренировать руки где-то раз в неделю не чаще один раз в неделю больше не нужно руки не любит когда слишком много их тренируются потому что они часто работают у вас во многих других упражнениях да если допустим вы делать упражнение на спину упражнениях на спину вообще везде работают руки и работают руки очень сильно так Так вот, в целом нужно вам нарастить массу общего тела. Общую массу тела, и только тогда, когда вы нарастите общую массу, то нужно приступать уже к какой-то более локальной проработке рук. Но если вы высокий, можете тренировать руки свои всегда, постоянно, только немного. Ключевое здесь не много. Если вы хотите потренировать руки, я вам советую потренировать ноги. В этот день вам нужно прокачать и ноги, обязательно. Вам, как натуральному атлету, вам нужно нагнать гормона роста в кровь, повысить свой уровень тестостерона и гормона роста. Это можно сделать тяжелыми приседаниями, базовыми упражнениями. Ну или становой тягой, например. То есть можете сделать становую тягу, примерно 2 подхода по 15-20 повторений. Рекомендую вам делать. Или же приседания тоже 2 подхода по 15-20 повторений. Лучше по 20 повторений. Вы приседаете, или сначала тренируете руки, лучше так, а потом вы приседаете со штангой. То есть вы потренировали руки, и после этого еще присели со штангой. ваша программа может выглядеть так вот прям если вы хотите именно руки качать они все остальное сделайте себе день когда вы качаете только руки например там бицепс и трицепс и приседания делайте или же делал делайте первое упражнение это делайте например бицепс потом трицепс и потом становую тягу да на 20 раз не нужно пытаться тогда делать очень много работы на другие мышечные группы потому что до этого вы не сможете у вас нормально потренировать программа на руки предполагает что вы будете заниматься именно руками но и присед нужно делать так мы все говорили по условия дома если у вас дома нет штанги если вас нету чем поприседать я предлагаю такое решение вот им у меня дома есть кулеры да для воды я покупаю кулеры дали воды канистры вот эти и как раз я беру две канистры вы можете взять эти две канистры взять их по бокам от корпуса и делать им и импровизированную становую тягу, становую тягу, да, на 20 повторений два подхода, больше не нужно. То есть вы делаете, берете две руки, и там они по 18 литров, то есть там примерно получается около 20 килограмм каждое, и вот с этим весом на 20 раз. Это вам хватит на какое-то время, потому что вес довольно маленький все-таки получается, но когда вы держите вес вот так по бокам от корпуса, поверьте, мало не покажется. Я пробовал, реально классно, серьезно, очень классно. Теперь ключевые моменты в тренировке рук. Если вы хотите сделать все-таки руки объемными, реально, или вы хотите бицепс накачать, то есть нужно определиться с вашей целью. Если вы хотите накачать, просто руки сделать объемными, да, допустим, хотя бы даже 40, как у меня, допустим, хотя это считается не очень-то и большие руки, 40. Как для меня, для моей комплекции, я вообще худощавый по природе, для меня это прям аж много, у меня руки прямо вот уже, ну вы увидите в этом видосе, вот у меня руки 40, как они выглядят в этом видосе, можете посмотреть. Так как малое количество жира у меня в организме, то это реально мышцы, это не жир, это не жирная рука. Поэтому есть большая разница, да, от количества жира, которое в вашем организме. Если вы хотите сделать руки объемными, то я бы посоветовал все-таки качать трицепс, а не бицепс. Примерно 60 процентов вашего времени на рук, для тренировки рук, вы должны уделить трицепсу, а не бицепсу. Второе, вы должны качать брахиалис, который находится у вас между трицепсом и бицепсом. Брахиалис, он реально выталкивает бицепс наружу, делает его больше. То есть, рука становится такой более сочной, более накаченной, более крутой вид получается. А уж третье, третьим местом у вас будет эта тренировка вашего собственного бицепса, да. И тренировать бицепс нужно тоже немного. То есть, давайте сегодня, я не буду рассказывать, как тренировать трицепс дома, да, потому что у меня есть на канале видео на эту тему, можете его поискать. Но если вы знаете, как тренировать трицепс, то делайте тренировку в день и трицепс, и бицепс. Я расскажу, как тренировать именно бицепс. Я рекомендую использовать в этот день рук примерно четыре подхода на ваши руки. Четыре подхода, причем из них еще первый будет разминочный. То есть, получается всего три, а может даже и два подхода вообще. Не нужно очень много напрягать свои руки, потому что эта группа мышц, она бицепс, но довольно маленький вообще, но выносливый. Выносливый, как и икли, например, да, в вашем теле. Но вы можете чередовать программы. Я рекомендую тренировать, можете тренировать его два раза в неделю по следующей программе. Тренируйтесь в один день, например, вторник. Вы можете сделать тренировку из девяти подходов. Из девяти подходов, но девять подходов эти будут у вас на 15-20 повторений, которые вы делаете с минимальным перерывом. То есть, у вас получается девять подходов подряд будут идти с легким весом, и вы будете делать на 15-20 повторений девять подходов подряд. Это может быть даже 6-9 подходов подряд. Если вы на шестом подходе чувствуете, что у вас уже там такая столько кислоты в руках, что уже боль какая-то неимоверная, то, возможно, достаточно. Хватит будет и 6. Вы делаете примерно 30 секунд перерыва между такими подходами. 30 секунд перерыва, максимум 40 секунд, чтобы у вас кровь оставалась максимально в мышцах. То есть, вы делаете своеобразный пампинг. К слову, я так руки уже давно не тренировал, но раньше я так делал, и это работающая штука. Но не ждите от этого какое-то супер-увеличение самих руку. Я вам просто сразу говорю. Да, кровь будет гнаться, будет пампинг, будет ощущение работающей группы, будет кислота, но не сильно этим увлекайтесь, скажем так. Не сильно надеетесь, что это даст вам какого-то бешеного объема рук. Но это все-таки помогает. Помогает растягивать ткань изнутри. С помощью крови растягивать мышечную фасцию. Это улучшает рост мышцы потом, в будущем. То есть, я сейчас говорю, если вы не ходите в тренажерный зал, и вы реально тренируете дома руки. Теперь вторая тренировка за эту неделю может быть такая. Вы берете и тренируетесь уже четыре подхода, как я вам сказал. Из них первый разминочный, потом два-три подхода рабочих, и каждый будет у вас до отказа. Абсолютно до отказа вы работаете. Если когда на 15-20 раз у вас идет отказ из-за боли, из-за вот этой кислоты в мышце, то здесь будет отказ от того, что вы не можете сделать. И делайте примерно на 6-8 повторений. Максимум 12. Вы делаете таких три отказных подхода. Перерыв между ними может быть у вас и две минуты. Между такими подходами. Одна, две, даже три минуты перерыва будет достаточно. То есть, в этой тренировке вам не нужно создавать излишнее количество кислоты в мышце. Вы должны отличать, что если одна тренировка у вас с молочной кислотой, в этот день вы тренируетесь только на ощущение молочной кислоты. В другой день вы можете тренироваться уже без ощущения кислоты в мышце. То есть, не нужно, чтобы мышца становилась слишком, слишком, слишком большим количеством кислоты внутри. Делайте на 6-12 повторений три подхода. Каждый до отказа. И это все можно сделать с тем инвентарем, который я вам дал. Это реально работающая методика, реально работающие упражнения. Не ждите чудеса от этой программы, как я вам сказал. Уделите внимание больше все-таки трицепсу или брахиалису вашему. Если вы, допустим, невысокого роста, если у вас реально короткие конечности, то, возможно, вам вообще нужно забыть про тренировку рук вообще полностью. Да, я вам скажу, вы скажете, какого хрена, как, как, в смысле, забыть бицуху тренировать? Да, ребята, если у вас короткие конечности, то, возможно, у вас руки будут расти даже просто от того, что вы будете делать тяжелые базовые тренировки, например, там, тяги, штанги в наклоне, жимы, штанги лежа, да, на грудные. Это будет развивать трицепс, тяги будут развивать бицепс вам и брахиалис, все сразу. Так же самое это будет армейский жим стоя на плечи, это тоже будет развивать вам трицепс очень сильно, причем очень сильно. Если вы там дойдете до серьезных весов, ваши руки, поверьте, неизбежно вырастут. Но это, мы сейчас говорим про условия тренажерного зала. Дома же, дома же, в принципе, если у вас есть дома штанга, то это все касается и вас тогда тоже. То же самое вы можете добиться дома, не используя локальные тренировки рук и наращивать свои руки. Но, еще раз повторяюсь, если у вас не очень генетика вообще расположена к бодибилдингу, как у меня, потому что я высокий, худощавый, у меня тонкие кости и у меня организм не очень вообще склонен набирать какую-то массу, да. То, что я сейчас вешу под 86 килограмм, это просто я годами уже надел кучу ошибок и я понял, как тренироваться и я натурально добиваюсь этих результатов, натурально, ребят, повторюсь, без спортпита, без ничего. Тех же самых результатов можете достичь и вы, натурально и без спортпита. Ничего не нужно, просто хорошо питайтесь. Под этим видео я вам еще напишу эту программу, чтобы вы могли почитать, да, вот просто посмотреть, как она, цифрами, да. Я вам распишу под этим видосом, посмотрите, внимательно еще раз пробегитесь, что-то не поняли, задите у меня вопросы под этим, под этим видосом, да. Потому что накачать бисепс абсолютно можно дома, не нужно для этого штанги и гантели. Если есть штанга и гантели, то, конечно, это круто, но отлично. Тогда вы можете делать просто разнообразие. Делайте иногда, например, такую тренировку, как и вам показал. Можете тогда делать, использовать эту резинку, да, для пампинга. Пампинг это когда раз 15-20 повторений у вас, а штангой, допустим, гантелями, работать уже на массу. На то, чтобы увеличить массу рук. Скажу к слову, у меня получилось улучшить форму бицепса. Увеличить сильно объем рук не получится, если вы не станете больше сами, в общем больше. Но увеличить внешность, увеличить, скажем так, рельефность руки, увеличить просто ее прорисованность мышц, вполне реально, если вы будете их тренировать отдельно. И я рекомендую вам тренировать отдельно. Я когда-то повелся на этот миф, точнее это не миф, для некоторых это действительно правда. Но для меня, когда плохая генетика, ну как не плохая генетика, у меня просто тело не склонно к бодибилду, оно не предназначено для этого в принципе. Скорее для бега, для плавания. Вот когда я набрал 86 килограмм, 67, ребята, то руки мои больше не стали и я сделал ошибку. При меня они стали больше, но они не были такого вида, как я ходил. Я сделал ошибку, я их не тренировал на протяжении года, где-то полутора, как я набирал эту массу как раз, я практически не тренировал свои руки вообще. И это была моя ошибка, не нужно так делать. Тренируйте руки постоянно, если вы высокие. Если вы не высокие, тогда можете тренировать их гораздо меньше, а может быть тренировать, не тренировать вообще. Все, ребята, на этом все. Задавайте вопросы вот этим видео или пишите в инстаграм. Все, берегите себя. Пока. Вот таким образом вы цепляете за ногу. Все. И работайте. Теперь, ребята, смотрите, показываю еще один способ. Берете вот такой вот эспандер, то есть вот здесь он крепится. Можно менять, видите? Вот так вытаскивается. Можно делать меньше, больше, как хотите. Я вам рекомендую начинать с самых минимальных весов вообще. Вот я, например, рекомендую с двух начать или даже с одной, не имеет значения. И вот, например, с помощью стула вы просто под стул загоняете одну часть, наступаете на нее ногой. И вот таким образом делаете импровизированную скамью Скотта у себя дома. Я рекомендую делать таких где-то 2, максимум 3 подхода по где-то 15 раз, 10-15 раз. Минимум 8, с 8 до 15 раз. И смотрите, здесь есть некоторые нюансы. То есть в целом ничего сложного, да? То есть вы... Вот у вас верхняя точка, так как максимально вы можете вытянуть. С помощью эспандера вы можете... Сколько сможете сюда тянуть, столько и тяните. То есть не... С гантелями такого не получится, с эспандером можно. У вас просто статическая нагрузка, даже если вы просто вот так держите, да? И смотрите, есть нюансы. Вы можете держать руку так, кисть я имею ввиду, а можете держать вот так кисть. Если вы будете делать так, то вы снимете нагрузку с предплечья. Тем самым увеличите целевое воздействие на ваш бицепс. Таким образом, вы не втыкаете вот так вот руку, да? Это вообще, вот я вам расскажу про технику работы носками Скотта. И не вот так вот тянете, а ложите ее плечо, плечевую часть руки, ложите на поверхность. И начинаете работать. Полностью растягивая снизу. Если у вас, как у меня, длинные руки, то полностью растягивайте снизу. Если у вас руки не длинные, такие как у меня, можете заканчивать где-то вот здесь уже движение. То есть до сюда и где-то вот здесь, в середине амблитуды. Можно упереть стул вообще в стенку, ножками. Вот такая техника. Медленно, никуда не спешим. Очень медленно вверх, медленно вниз, медленно вверх, медленно вниз. Так же само можете перехватить рукоять и делать уже таким образом. И будете прорабатывать брахиарис ваш. Видите, как кисть повернута? Ребята, брахиарис у нас находится вот здесь. Вот его хорошо видно. Не путайте с трицепсом. Брахиарис находится где-то вот здесь и пролегает под у нас, под бицепсом. Между трицепсом и бицепсом. И как будто выталкивают ваш бицепс наружу. То есть получается, что он больше смотрится. Можете делать это движение без помощи стула. Просто берете вторую часть, цепляете ее опять же себе за ногу. И упираетесь локтем просто в корпус. То есть у вас должна быть вот такой позиции ровная рука. Видите, да? Ровная рука. И начинаем прорабатывать ваш бицепс. Тоже медленно. Видите, положение кисти такое или такое. Я вам предлагаю делать вот таким положением. Снимая нагрузку с предплечья, больше давая бицепсу. То есть видите, чуть-чуть нагнута кисть. Вот линия раз идет, и сюда под углом, да? Не вот такая прямая линия, а загнутая. Теперь смотрите, ребятки. Еще один вариант. Показываю, как можно прокачать бицепс дома. То есть вы становитесь боком к нагрузке. Цепляете за упроять двери. По одну сторону, и на другую сторону. И так же самое. Вы кисть выгибаете вот сюда, немного. Не так делаете, вот так, да? То есть снимая нагрузку с предплечья. И работаете. Очень медленно. Стараюсь максимально вытянуть конечные точки. То есть выгнуть руку. Это если у вас длинные руки. Если у вас короткие руки, можете работать в середине амплитуды. Вот таким образом. Медленно. Под контролем. Чувствуем, что мы делаем. Мы работаем с бицепсом. У нас рука вот так вот не играет. Четко зафиксировали локоть в воздухе. И работаем. С паузой небольшой внизу. По поводу доворотов вот этих. Не обязательно это все делать. Просто в одну сторону, на другую сторону. Все простейшее движение. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин